Я бы вообще хотела, чтобы тут была рыженькая, а тут блондинка. И мы были бы новым составом Виагры. Здравствуйте. Я сказала, будет рыжая. Да, вы гадали. Я вообще сначала думала, может, это уборщица, студию перепутала. Потому что вот этот вот розовый костюмчик, он был явно не к месту. Хорошее место, магическое, мне нравится. Маша. Я профессиональная бездельница. Мария. Такая прям вся грация-полу-грация. Такая сама свинунья. Марина. Я вот про шапку не очень поняла. Ты голову забыла помыть? Нет, все в порядке. Это фамильяр. Вид животного, который призывает к себе каждая порядочная ведьма. Как талисман. Рядом с ней я чувствовала себя в безопасности. Мне было не страшно, что... А вдруг порчу наведет? Нет, не наведет, не умеет. От нее шла такая зловещая энергетика. Стерва. Что это у вас в руках за карточки? Таро. Таких людей называют инфогадалки. Ох, блин. Она пытается словить хайп на сейчас всеобщей теме инфо-цыганства, но по ее внешнему виду создается только одно впечатление, что она заигралась в детстве. Здравствуйте. Всем хорошего дня. Рада приветствовать вас. Какие красавицы. Меня зовут Ольга Латынцева. Я позитивный психолог. Я помогаю людям встретить друг друга и наладить их отношения на нужную волну. Позитивный психолог – это, наверное, что-то либо очень новое, либо этого не существует. Хочу вручить шары, которые отражают то, что есть у вас внутри. У вас, я вижу, изнутри выходит свет, поэтому дарю вам самый яркий, желтый, позитивный, теплый шарик. Она угадала, но тут и гадать не надо. Вы смотрите на меня. Я сама яркость. Марина производит впечатление молодящегося персонажа к таким, знаете, ужимочкам, хихонькам, типа, ху-ху-ху-ху, боже, какая дура вообще. О, боже. А вы, безусловно, я вас вижу очень харизматичным человеком. Благодарю. С внутренним стержнем. Мне нравится уже эта передача. Можно не тратить денег ни на психологов, ни на шизотериков. Меня тут раскрыли, чакры открыли, психологически прокачают. Идеально. Вообще, данная передача о моде и о шопинге. Не совсем понимаю, при чем здесь их психологические термины и вот эти вот улыбки, радуга, единороги. Мария может перегрызть вам хребет с улыбкой, не поперхнуться и сказать, ну я же... А я же богиня. Здравствуйте, прекрасные леди. Итак, в этот раз у нас потрясающая атмосфера. Просветление, духовность, любовь, энергия. Ну, в общем, все то, что мы больше всего любим в 22 году. Марафоны и так далее. Это наша тема. Если у тебя достаточно энергии, у тебя будет достаточно и денег, знаете, и возможностей. Мне жалко подобных женщин. Я никогда бы не пошла на марафон. Будет самое интересное задание. Мы будем пытаться найти фантастический лук для похода на марафон по открытию денежного дома в нашей судьбе. Если в обычной жизни я никогда бы не пошла на марафон, тут стоит подобрать хотя бы к нему лук. А может, действительно, вселенское изобилие польется на меня? На самом деле, марафон богатства вот здесь, в твоей голове. И если ты знаешь, как управлять своими мыслями, своей энергией, ты счастливый человек, ты уже богатый человек. Итак, для того, чтобы собраться на этот фантастический марафон, где мы привлечем все финансы Земли к себе в судьбу, у вас будет абсолютно шикарная сумма в 15 тысяч рублей. Далее. У нас есть временные ограничения. Это один час. Я была в шоке. Как можно за один час подобрать лук? Да еще куда? На марафон богатства. Но не переживайте, будет дополнительное задание, и вы сможете увеличить время своего шопинга. Я не вижу в девочках конкуренток. Хотя, может быть, Марина специально прячется за детской маской, чтобы не вызывать подозрений. Увидимся с вами в финале просветленными, наряженными и совершенно сумасшедшими выглядящими. До встречи. Моя цель развеять миф о том, что психолог это что-то старое, толстое, серое. Я бы хотела одеться более ярко, чем сейчас. Стильно, модно, молодежно. Девочки, знаете, на самом деле, мне кажется, в подобной ситуации вы справитесь лучше меня, потому что у вас есть уже опыт для подобных мероприятий. Каждый из нас придется постараться. Я докажу девочкам, что я инфогадалка, и я обладаю безупречным вкусом и красивым стилем, и стану богиней шопинга. То, где молодость может просто умыться и куда-то побежать, да, опыт может сказать, ну, подождите, подождите, вы еще не видели, на что способны различные там, знаете, приемы, которые приобретаешь только с годами. Дверь, какие дорогие. Здравствуйте. Я надеюсь, вы с хорошим настроением пришли в наш теплый, веселый дом. А у женщины Версаль. Правда, вот этот винегрет на груди, а вокруг, ты посмотри. Императрица, скрывающаяся под пижамой. Меня зовут Латынцева Ольга, я позитивный психолог. Позитивный психолог, это как? Это типа, к тебе пришел человек. Вот, у меня все плохо там, я не знаю, муж ушел, работы нет, дети идиоты. И тут она такая, типа, ой, включает Моргенштерна, и они куролесят. Эй, давай! Та-та-та, тра-та-та, мы везем с собой, что? Что касается карты желаний, это просто инструмент, который настраивает голову на нужную чистоту. Это типа, когда вырезаешь из журналов, типа, хочу, что там, мужа Кришчана Роналду, дачу, виллу, бриллианты, сумки, шмотки. Для того, чтобы ваш брак не трещал по швам, кровать такую не выбирайте, потому что что это за подлокотники настроения, яблоневая плодожорка. Но, как говорится, не показывайте сразу будущему мужу свой вкус в быту. Должна быть большая и удобная. Над ней желательно любого размера, вообще цветы любого. Нет бюджета на такую картинку. Возьмите поменьше, но пусть это будут желательно пионы. Это вообще кринж года. У меня у мамы дома вот эти фотообои. Каждый раз приезжают, я хочу сдохнуть, пока смотрю на эти картины. Блин, у них такие морды еще этих цветов, они меня прям пугают. Ты такой лежишь, они как будто тебя съесть хотят. Ну, на шопинг много времени тратить, я не очень люблю. Так, сейчас. Немножечко сбилась от позитива чуть-чуть. Добро пожаловать в гардероб. Конечно, я настраиваю внутренний мир, но очень часто сначала нужно настроить внешнюю оболочку. И я подбираю образы. При этом вырисовывается силуэт мой любимый, песочные часы. Сыплющийся песок. Это твою скользающую надежду на брак. Мы их должны остановить, мы должны взять с тобой силуэт песочные часы, чтобы как бы зафикситься, чтобы задержать песочек где-то здесь. Девушки, кто хочет удачно выйти замуж, обязательно используйте этот силуэт. На другие же силуэты мужики не смотрят. Они такие видят, типа, так, не песочные часы, это электрические часы, это механические часы. Песочные часы. Моя на всю жизнь. Например, сочетание легкого оголенного плечика в силуэте пес... Психологи же не матерятся, они же даже не позитивны, они же даже не какают, мне кажется. Да, это мой муж прикалывается. Ягуар! А, да-да, я детский психолог, слушаю вас. Поверьте, удача любит только тех, кто в ней уверен. А кто сюда принес попугая? Знаешь, такой, типа, психолог-психолог, а потом какой-то такой вот провал, здравствуй, гоп-компания. Этот костюм, приобретенный для ближайшей поездки, я еду на форум, где буду рассказывать о секретах отношений мужчины и женщины. В отношениях мужчины и женщины есть какие-то секреты? Почему этот свет? Такое ощущение, что в зал зашла легкость. То есть, если ты хочешь производить легкое впечатление, не грузить кого-то, не грузи. Голубой цвет говорит о том, что я легкая. Звучит, как будто бы орган, знаешь, что я легкая. Она говорит, что вы еще немножко печень, селезенка, да, и почки под мышкой. Я вешу 80 килограмм. То есть, если я надену голубой цвет, минус десяточка или что? А, гля... О, психолог! Накапайте ей валерьянки. Успокойте женщину. Голубой цвет говорит о том, что я не буду тебя критиковать. Что ты можешь обратиться ко мне за поддержкой? Ольга, конечно. Если вы хотите произвести впечатление человека рассудительного, вдумчивого, возможно, даже несколько философского, такой костюм замечательно подходит. Действительно, классическая форма и необычный, очень мягкий, такой приятный глазу оттенок. Но это в том случае, если вы не открываете рот и не говорите вот это вот свое... Итак, если говорить об этом образе, то он транслирует легкость. Ребята, голубой легкость транслирует. Выключу же эту трансляцию. Блин. Лапуся, конечно, явно помешана на весе, а я против, как говорится, бодипозитив. Ну, нелегкая ты, ну, ребят, да? Зачем нам? Выбросьте весы. Ну, в этом образе я себя чувствую всегда легко. Лет 15 с плеч долой, в омут танца с головой. Молодой человек, потанцуйте же со мной. Ну, никогда народные частушки-то не играли такой краской. Ольга, абсолютно дурацкая футболка. Она не смотрится, она выглядит нелепо. Верх нужен совершенно другой. Желательно, чтобы он был однотонной, какой-то лаконичной формы, для того, чтобы низ плессированной юбки не спорил с этим верхом. Я верю, что сбывается все задуманное. Я в самых ярких вещах, которые точно мне принесут удачу. Пойдемте в магазин. Только смелым покоряются моря. Латынцева победит. Меня не смущает ни 15 тысяч рублей, неограниченность по времени в час. Я уверена, моя вещь ждет меня именно здесь и придет мне к успеху. Мне нужно подобрать то, в чем я буду выигрышно и ярко смотреться на денежном марафоне. А что мы не пошли на денежный марафон? Я тоже, может быть, хочу. Знаешь, а это мучает дышать какой-нибудь денежной чакрой? Я надеюсь, все выйдут как жабки с монетками. Вот я думаю, в настроении я бы сразу пошла в восточный магазин и там вот эти платки бы взяла себе с монетками, чтобы вылезть вот так красиво. Сейчас я сориентируюсь, куда мы пойдем. Главное, куда-то в позитивном ключе. Совершенно замечательный берет, но он конфетного цвета. Обожаю людей, которые обычные цвета к чему-то приурачивают. Я взяла розовый берет, говорит, обычный конфетный берет. Сейчас я взяла берет песочно-лимонного цвета. Вон вдалеке я вижу небесно-голубого райского садного цвета кепочку. Я, конечно, очень люблю яркие цвета. Смотрится просто бомбически. Бомбически. А, это ярко. Кремовый цвет. Прям идешь, аж глаза режет. Из экспертов Данила Грачев. Сейчас что-то будет. Я думаю, точно должен оценить столь классический и, на мой взгляд, идеальный лук психолога. И Данила такой. Такой образ в целом может соответствовать женщине. Он же еще вот так вот делает. Ольга готова вас похвалить, потому что этот образ мне действительно нравится. Во-первых, он очень похож на классический, но вместе с тем такая классика сейчас является суперактуальной. Единственное, что я бы вам посоветовал все-таки эту блузу как-то поаккуратнее заправить в брюки. Задача всех марафонов настроить человека на нужный лад. Марафон не решает ваши вопросы. Он просто дает вам силы. А почему марафон, за который люди платят по 15 тысяч, не решает наши вопросы? А? Он просто забирает денежку, но, как говорится, настраивает на нужный лад, да? Немножечко. Я считаю, что это образ вполне себе базовый. Его можно использовать, ну, в повседневной жизни. Можно менять блузы, там, выбирать разные цвета. Но вот сама форма и сам силуэт очень-очень симпатичны. Улыбающийся человек может создать настроение и себе, и окружающим. И испортить другим. Ха-ха-ха. Смотрите. Дорогая, твой час на исходе, поэтому я спешу к тебе с помощью. Пожалуйста, отправляйся в отдел балаклав и найди там свои дополнительные минуты. Под каждой из них спрятаны 10, 30 и 60 минут. Наибольшее количество времени таится под балаклавой, дизайн цвет которой напоминает ту, в которой Канье Вест ходил на показ Скиапарелли. Сейчас бы понять, что такое балаклава. Балаклава – это головной убор, чаще всего трикотажный, который обтягивает и облегает голову с прорезями для глаз. Вот Канье Вест очень любит этот головной убор и часто в нем появляется. А именно на показе Скиапарелли он был черного цвета. Балаклаве, кстати, без рта. Я как раз знаю ответ. Сейчас я все найду. Ах, господи. Держите вора, держите позитивного вора. Давайте так говорить. А это здесь? Вы что, вы еще прикалываетесь? А она думала, это где? В соседнем торговом центре? Знаешь, я знаю, я сейчас найду. Ну, я как раз в Туле на прошлой неделе видела такие. Сейчас подождите. И быстренько сгоняла в Тулу. Она сказала, в отдел Балаклав. Что такое Балаклав? Это имя! Балаклава, это такая исполнительница, которая поет «Ты мой краш». А я вот это мне покинула, чат-чат. Вот, вот это Балаклава. Балаклава Кока. Мамочка, господи, в отдел Балаклав. Тут нет никаких Балаклав. Тебе нужно в Блэкстар, она там сидит. Хотя у нее уже контракт заканчивается. Успевай быстрее. А может быть, Балаклава это сумка? Не, ну почему? Если сумку надеть на голову и сделать прорези для глаз, то в принципе будет Балаклава. Господи, а можно у продавцов спросить, что такое отдел Балаклав? И в Гугле можно вбить, конечно, можно, да. В этом же суть задания. Нельзя. По сказке нельзя. У меня варианты закончились. Что такое отдел Балаклав? Позитивный вы наш психолог. Давайте позитивно мыслить. А, как там она советовала? А что, если ты грустишь, улыбнись. Вот. Не можешь найти отдел Балаклав? Улыбнись. Я не знаю, я не смогу получить подсказку. Все буду... Будет как есть. Шопинг получился просто улетный. В таком огненном образе я привлеку не только удачу, не только деньги, но и главный титул. Чудесный день. Ой, прям, да, прям сплошной позитив. Так, дверь подешевше уже. Как у меня в детстве. Здравствуйте. Добро пожаловать в мир магии. Какой магии? Черной? Меня зовут Еремеева Марина, и я инфогадалка. Инфоцыганка. Говори своими вещами. Инфогадалка – это я, та же самая гадалка, как и обычная, только в онлайн-режиме. В трудовой книжке тоже так написано? Инфогадалка. Вау! А как к вам в духе приходят тогда? Как? Если интернет, допустим, заканчивать? Друзья, зовут меня богиня Единорогиня. Богиня Е... Единорогиня? Господи, три раза чуть язык не сломал, пока ты сказала. Какая-то как полдородия держава, честно говоря. Единорогиня. И тут у нее, значит, эти все как лань с пятнышками, и все. У нее тут, как у Белоснежки, вот эти журчат, эти ручейки, журавли летят. Тут у нее птички всякие. Она богиня Единорогиня. Почему я богиня Единорогиня? Всех вот этих прекрасных единорогов мне подарили. Подождите, а почему мы не богиня Жабиня, если у нас жаба огромная вот такая вот стоит, слишком сильная? Первый единорог был это вот этот. Это подарили мне в бухгалтерии, потому что он делает вот так. Ведьма. Как так сделала с игрушкой? Непонятно. Я добрая ведьма. Я всем помогаю. Лапусь, ну конечно, Союз, мультфильм многое потерял. Голосок откуда появляется, я до сих пор не знаю. Кстати, моя короночка. У меня тоже есть короночка, Лапусь, а сестерочка. Это еще, когда ты прям вах, ты такой, ааа, что такое? Меня часто спрашивают, Марина, а что ты употребляешь? Так и хочется сказать, знаете, 50 грамм конейка с утра, и день пройдет незаметно. Хочу развеять ваше мнение о том, что все ведьмы заводят себе черных котов и воронов. Нет, у меня это мои друзья, мои попугаи. Вот это сладкая булочка, Леонид. Попугай Леонид. Ха-ха-ха, Леонид. Я надеюсь, Леонид Якубович. А вот это маленькая булочка. Кирилл. Кирилл и Леонид. Ты слышал, что попугаев называли Кирилл и Леонид? Они мне дают прежде всего каждодневные радости. Что они мне дают? Что тебе кучу? Постоянно. Марин, вот, кстати, а ты зря сейчас вытирала вот эти вот все приветы от твоих попугайчиков. Мне кажется, она даже как-то немного украсила эту сорочку. Дизайнерское что-то появилось. Она какой-то, этот, домовенок Кузя. В этом луке можно идти на родительское собрание, потому что если я припрос на родительское собрание в шапке единорога, то, я боюсь, тут социопехой может попахивать. Социопехой будет попахивать тогда, когда все увидят этот выпуск с тобой. Марин, я не могу сказать, что в таком образе нужно отправляться на родительское собрание. Ну, разве что, если классный руководитель тебе не будет говорить, Марина, сдаем деньги на линолеум, а ты не будешь орать ему с последней парты. Прокляну! Ведьмочка-стервозница, да? Мы чуть-чуть энта. Не знай-ка на луне. Ну, а в данном наряде мы собираемся с нашим шавушем и делаем всякие магические заклинания. Слушай, неси костер. Ну, серьезно, назвалась ведьмой. Все, неси костер. Я святая инквизиция. Ну, какие шапоши, какие заклинания. Вы сидите в пасьян, сдуетесь. Ну, ребята. А нет, да ты что? Шляпа эта за 299, ты моя хорошая. Заклинания какие. Колдуй баба, колдуй дед. Дай по-бывшему ответ. Мне, естественно, не нравится этот образ, потому что он выглядит скорее как какой-то театральный, будто бы это, не знаю, не до Хэллоуин или еще какой-то праздник. Но, во всяком случае, это не имеет отношения. Ничего ни к трендам, ни к моде. Хотя подобные накидки, кейпы сейчас суперактуальны. Как профессиональная гадалка, мне перед выходом просто необходимо узнать, как пройдет наш шоппинг. Карта солнца. У нас все будет окей. Я получу титул богиню шоппинга. И я докажу своим конкуренткам, что инфогадалки могут быть стильными, модными и безупречными. По лунному календарю... Можно стричь сегодня волосы. Да, я подстригу кончики. Сегодня прекрасное время для шоппинга. Я вот всегда думаю, я не вот так вот трут, я думаю, они что, они костер какой-то небольшой делают, они искры ждут или что? Знаешь, как будто жвачку выплюнуло и скручивает какой-то этот шарик. Давай сумку возьмем вот эту еще. А то сейчас там Даниил Грачев скажет, незаконченный образ. Может, я что-то дополню. Когда у нас Грачев-то в шапоклях превратился, скажите, бустила этот момент? Мне нужно было идти в театральный. Вот честно? Пошла в колледж на гадалку. Но все-таки, я думаю, талант, он прям идет изнутри. Слушай, звони Константину Богомолову. Этот джемпер немного душноватый будет на марафоне. Если бы меня позвали на этот марафон, душноватым там был бы только я. Но не этот джемпер. Лавандовый цвет легкости. Ну, счастье, яркости. Что сказать? С Островьяния, значит, московская учительница начальных классов. Марин, в данном образе, вот обрати внимание, ты тоже выбираешь довольно-таки яркое пальто. Но насколько оно отличается от того, который мы видели в твоем гардеробе? Это правильной длины, правильной пропорции, правильной формы. То есть, в принципе, по большому счету, ты можешь нормально сочетать вещи. Надо только приложить немножечко усилий и выключить вот этот вот идиотизм. Конечно, термин инфогадалка мне не очень нравится. Я бы предпочитала, что просто ясновидящая, да, гадалка, это тоже не как-то красиво. Это как куртизанку назвать проституткой. Вот примерно так. Куртизанка и проститутка это абсолютно разные вещи. Куртизанка это, ну, это профессия искусства. А проститутка, я не буду дальше продолжать. Я не могу сказать, что это отвратительный образ. Обычное дермантиновое платье с шарфиком на шее и туфельками. Чем ты собралась нас удивлять на марафоне? Вот Елена Блиновская, когда приходит на марафон, хочется жить, да? Хочется отдать ей все деньги. Хочется, чтобы она плюнула тебе в рожу. Марина, если бы ты действительно была бы модной инфогадалкой, то тогда бы ты следила бы за тенденциям и знала, что подобные платья-сорочки действительно сейчас очень актуальны. Особенно с длинным рукавом, который можно будет подвернуть. Например, бренд Изабель Маран предлагает сочетать их вместе с высокими, довольно-таки широким голенищем ботфортами. И тогда этот образ получается супер-современный и очень стильный. Дорогая, пожалуйста, отправляйся в отдел балаклав. Наибольшее количество времени таится под балаклавой, дизайн цвет которой напоминает ту, в которой Ханни Вест ходил на показки аппарели. Ханни Вест – это женщина. Однозначно. Это я могу точно сказать. Ханни Вест – это женщина, которая производит мед. мне волшебные силы тянут. Куда? К аксессуарам? Это однозначно в этом секторе, я уверена. Я думаю, что балаклава – это все-таки какой-то головной убор. Я думаю, это шляпа. Нету. Здесь нету ничего. никаких подсказок. Я все-таки думаю, что балаклава – это сумка маленькая. Я уверена. Нет, здесь нету никаких подсказок. Да, к сожалению, я не угадала. Я слышала, что это, но я не могу вспомнить, что такое балаклава. Как нужно было же своими вот этими способностями. Надо же было как-то поколдовать, поколдовать. Видимо, ведьмы тоже иногда ошибаются. Твои экстрасенсорные способности тебя подвели, потому что их нет, их не существует. Хотя нет, не ошибаются. Ой, перебывательницы! Вот их профессия. Я подобрала самый классный лук для денежного марафона, поэтому встретимся в финале. Где моя метлава? А что, подрабатывает где-то в торговом центре? Недалеко, да? Ну, я не осуждаю. О, заходите ко мне домой, посмотрите, как живет профессиональная бездельница. Меня спасет просека у нее на груди написано. Она лита буратинка, небось, ну. Меня зовут Аитова Мария. Профессиональная бездельница это когда я нигде неофициально не работаю, но у меня всегда хватает денег на онлайн-шопинг. Откуда у нее бабки? Я удачно вышла замуж, переехала в Москву и до сих пор не придумала, чем бы я здесь хотела заниматься. Поэтому сижу на иждивении у мужа. Встретила я вас в своей любимой домашней футболке. Данная фраза иногда раскрывает мою сущность, но только по пятницам. А, ну молодец, незапойная еще. Ну, такая держит себя в руках. Было бы неплохо, конечно, Маше еще футболку немножко погладить. Я сочетаю несочетаемое и спокойно одеваю зеленое на растущую луну. Потому что я не верю в эту эзотерическую... Антагонистка пришла! Баб! У меня два высших образования. По одному из них я госслужащий. А по-первыхому журналист. Когда-то я работала в банке и... мой внешний вид выглядел... Мой внешний вид выглядел? Ты же журналист. Юбка-карандаш, прозрачная блузка, и высокие шпильки. Ну, как думаете? Мне всегда подписывали все документы. Прозрачная блузка? Работники банка входят в прозрачных блузках? Я не видел. Такое ощущение, как будто она взяла вечернее платье, обрезала рукава у пиджака и сделала из него корсет. Девочки, сейчас я вам расскажу лайфхак. Она разговаривает с ютуберами, которые тебе говорят, сегодня мы проверим все этот лайфхак. Меня зовут Конор, и я заказал это, чтобы проверить, как оно работает на самом деле. Представьте, вы у подружки на свадьбе. Стол ломится от угощений. Выдали по оливьешке. И что ты на свадьбу захотел? Там нет в ближайшее время никаких свадеб. Тарталетки с красной икрой, тарталетки с черной икрой. Но вы не можете позволить себе лишнего, потому что на вас обтягивающее платье, не дай бог, животик выпадет. Мои подружки, они вот так вот расстегивают, садятся вот так и все. Девочки, нужно быть проще. Надеваем баску и весь стол к нашим услугам. Маш, эта баска действительно такой интересный аксессуар. Я бы советовал ее сочетать не с платьем, комбинацией, а надевать с какими-то другими вещами. Предположим, мы берем джинсы и просто базовую белую футболку и поверх как раз таки надеваем эту а-ля юбку, баску, вот тогда она будет смотреться интереснее, она будет правильно интегрирована в образ. Бам! Бам! Какая сельдереевая! Как брокколи, лапусть, да? Я хоть и с Урала, но выгляжу как настоящая голливудская звезда. Тильда Свинтон чистая. Вроде как бы и Карди Би, вроде как бы и Ники Минаж, а по факту Света Извыхина. Тотал Лук Неон. Пуховик с платьем. Ну вы, конечно, это уже видели. Урианы, Ким Кардашьян, Мария Аитова. Главный плюс этого образа, что он выполнен в едином цвете, это хорошо. Я бы тебе советовал выбрать пуховик побольше, для того, чтобы контраст между минималистичным обтягивающим платьем и этим объемом был более заметный. Как-то я пыталась развивать свой... У меня были стихи, очень ироничные. Хочу, чтобы она прочитала очень ироничный стих. Например, из серии «Мамуль». Я, кажется, влюбилась. Он покорил меня душой. И у него реально большой. А маме читала этот стих? Притом я предлагаю прочесть это маме своего супруга. Да, так вот. Очень даже неплохо. Если хочешь быть красивой, не верь в волшебные все силы. Развивай свой стиль и вкус. Сейчас на шопинг как ворвусь. Ну, боже, реклама, конечно, какого-то кетчупа. Я настроена на победу, потому что по сравнению со своими конкурентами я самая классная, вменяемая и адекватная. То, что ты не гадаешь и не называешь себя позитивным психологом, это еще не означает, что ты самая адекватная и классная. Я привыкла к онлайн. А теперь оффлайн. Начинаем! Мне нужно собрать лук для денежного марафона. Данный лук мне обошелся около 20 тысяч рублей, если мы не считаем обувь и аксессуары. Мне кажется, сама одежда не должна быть максимально дорогой. Ну, максимально действительно нежелательно, честно говоря. Пойти большое за совет по экономии бюджетов. Данная сумка тоже приехала ко мне из интернет-магазина. Это Валентина. Стоимость мы не разглашаем. Мне кажется, это будет не в контексте. Ну, куда сумка за 200 тысяч? Сказала. Все-таки. Ну, она же не максимально дорогая. Она где заврала? Нигде. Ну, допустим, она стоила там ей по скидке 210. Ну, до энта вот она стоила 340, правильно? Ну, вечно не должна быть максимально дорогая же. Бюджетный вариант, экономный. Ой, хорошо. Вот так Блиновская выглядела на своих марафонах. Этот образ действительно актуален. И симпатично смотрится данный Джак. Единственное, что мне кажется, ты выбрала его не совсем по размеру. Он довольно-таки большой, длинные рукава. И, в общем-то, как-то пока это не очень сочетается. В данном луге ощущаю себя женой миллионера. Кстати, муж у меня так и записан. Муж-миллионер. Блин, это ужасно. В телефоне записать муж-миллионер. Ведь как корабль назовешь, так он и поплывет. Лишь бы днище не прорвало. Крысы не забежали. Правильно. Она издалека похожа на Лисану Тяшеву. Ляся. Люблю тебя. Так бы сказал Паша Воль, если бы сидел на богине шопинга. Это платье чересчур оголенное, потому что оно чересчур короткое. Я бы посоветовал дополнить его, ну, предположим, каким-нибудь оверсайз-бомбером. И тогда смотрелось бы гораздо интереснее. Дорогая, твой час на исходе, поэтому я спешу к тебе с помощью. Пожалуйста, отправляйся в отдел балаклав. Наибольшее количество времени таится под балаклавой, дизайн цвет которой напоминает ту, в которой Канье Уэст ходил на показке аппарели. Балаклава это головной убор, который прикрывает как голову, так и большую часть лица. А Канье Уэст вроде бы это бывший муж Ким Кардашьян. Блин, так ужасно, когда тебя вспоминают, потому что ты бывший муж Ким Кардашьян. Больше никаких у него привилегий нет. Успеха в жизни он больше не добился. Где здесь головные уборы? Я нашла. Розовую мы оставим Марине, голубую Ольге, а я беру стильный черный цвет. Дополнительный час времени. А вообще мы с Урала люди простые. Маша, этот образ для того, чтобы был завершенным и для того, чтобы он смотрелся модно, нужно доработать. Либо, например, заменить эти брюки на что-то более обтягивающее, для того, чтобы объем был только в верхней части. Ну а если ты все-таки решила оставлять эти джинсы, то нужно выбрать, ну, предположим, обувь на каблуке. Тогда, возможно, ты как-то будешь казаться выше, стройнее, и тогда все эти объемы будут тебя не увеличивать, а как раз-таки создавать эффект, что ты якобы модная девушка. Но, в принципе, мне не очень нравится сочетание этого корсета с рубашкой. Увидимся в финале, я вас там всех победю! Честно говоря, я не очень верю в магию и всевозможные стирические штуки. Я скорее доверяю чувству стиля и вкуса. И для того, чтобы ты полностью раскрыла весь свой потенциал, предлагаю тебе дополнительный час на шопинг. Шарады от Грачева, обожаю! Ты должна будешь вспомнить название пяти фэшн-брендов на те буквы, которые я назову. Времени у тебя будет 30 секунд. Итак, буква Г. Г. Гуччи. П. П. Паула Конте. В. В. Версачи. Н. Н. Надежда. Надежда Бабкина. Вот. Дизайнер на букву Н. Все очень сложно так быстро без подсказки онлайн-шоппинга вспоминать бренды. Это вам не пальчиком листать по экрану. Но на букву Н вы могли вспомнить бренд Нина Ричи. Легендарный французский дизайнер. Я ухожу со своими покупками без дополнительного часа. Сегодня финальный день. Это очень волнительно. Наконец-то мы узнаем, что я богиня шопинга. Мне кажется, Оля сейчас опять выйдет в шариках, в какой-нибудь пышной юбке, как на бал. Из двух моих соперниц я больше опасаюсь Ольги, потому что она девушка у нас такая достаточно статусная. Ну, а Маша это просто Машка. Конкуренции я никогда не боялась и не боюсь. Мои цвета, в которых я сегодня буду, максимально заряжен на успех, на победу. Это будет вал. О! 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 Оля не богиня, не Афродита, не Клеопатра. абсолютно не понимаю, как в подобном костюме притягивать, выражить деньги, денежную энергию. Оля абсолютно не справилась с поставленной задачей, потому что то, что выбрала она, это скучно, неинтересно и никак у меня не связано с темой денег. Красный цвет удачи. Там, где надо быть лидером, привлекать к себе и внимание, и свет, и цвет, и деньги. Вот я денежный магнит. Олин наряд был абсолютно не к месту, это не денежный марафон, это учительница средней школы, ну, где-нибудь за МКАДом. Я хочу задать вопрос, а судьи кто? Диванные критики, люди, которые сами себя не вырастили и не вижу никаких существенных плодов их деятельности, поэтому, конечно, говорить с места очень просто. Пусть они покажут делом, а не словом. Оля, что мне очень понравилось, это твой пиджак. Я люблю яркие цвета, красный цвет сейчас в моде, он подчеркивает твою фигуру, но вот низ, вот этот вот песочный цвет, он очень играет с волосами, он вот как будто вот сливается с тобой. Здесь сложно придраться, когда образ безупречен, но все-таки это делать нужно для того, чтобы завалить конкурента. По принципу страшная подружка подчеркнет меня как надо. Девочки, меня вряд ли можно испугать какой-то критикой. Я дважды была донором яйцеклеток. Яйцеклетками мериться, это интересно. Если мы обратим внимание на мировую сцену, где выступают топовые спикеры, они очень часто выходят в красном, именно потому, что красный притягивает все внимание, все взоры, ровная плечевая линия, не зауженная. Это также подчеркивает лидерские качества. Обратите внимание на Маргарет Тэтчер, Леди Ди. Ровная осанка это признак того, что человек работает над собой. Мне кажется, вы рано одели на себя корону и сравниваете себя с первыми леди и с их прямой линией плеч. Оль, у тебя на данный момент плечи домиком. Оля, и в психологии ты разбираешься, и в цветах ты разбираешься, но за лук и за твой пиджак, который мне понравился, я могу поставить только... Я выбрала самый крутой лук. Настрой у меня прекрасный. Я готова. Я очень люблю сцену и я с нетерпением жду своего выхода. Однозначно богиней шопинга стану я. Ну что, инфогадалка и позитивный психолог ждут нашего диванного критика. Браво! Ждем, ожидаем. Мария, где же ты? И тут всплывает лебедушка Мария. Мария идет, бедра шолохаются, ну прям реальный воппинг. Я воппинга. У меня очень сексуальная фигура, песочные часы, у меня всегда подчеркнута линия талии и мои прекрасные бедра. Мне нравится цвет, но мне не нравится трикотажное платье. Оно как-то дешево смотрится. Данное платье, оно выполнено в стиле лапша. И поскольку мода у нас циклична, то мода 90-х возвращается. И сейчас это будет самым трендом. Но действительно, где ты, где тренды? Маш, тебе стоит исключить макаронные изделия как в луке, так и в еде. Салатовые босоножки, розовая сумка говорит о детской позиции, поэтому ребенок может заработать деньги только на фантики от конфет. Может быть, конечно, можно попросить позолотить ручку у мужа, но заработать самой или привлечь самой, конечно, вряд ли. Задание у нас было пойти на денежный марафон, а не обтягивающими формами привлечь внимание того, кто может себе туфли купить. Эти дамы почти бальзаковского возраста из зависти, обиды и злости высказывают то, что думают, но то, что совсем не относится к правде. Дорогая, разреши вопрос на засыпку. Чему равняется число пи? Три четырнадцатых. Класс! В провинции хорошие институты. Окей, все. Вопросов нет. Нет. Маш, родная, ничего личного, лови ответочку. Неужели ты думала, что все твои комментарии как-то промелькну, знаешь, я всплакну, скупую слезу, промокну и все это проглочу? Ну нет, конечно. Я тебя прожую, проглочу, не подавлюсь и с прекрасным лицом еще скажу приятного аппетита, можно еще. Какие провинции? Я со столицы Урала, здрасте. Вы сейчас не на ту провинцию гоните, милые мои? Это ее так раздраконило, что все маски стальной леди слетели просто в секунду. Мария взорвалась. Такая из стальной леди в леди-туалете. Вылезла из нее весь уральский такой негатив. Выдали очи. Провинция, это ваше замкадье. Я сама переехала в Москву, но если мне сказать, ты не москвичка, понаехали, у меня такой реакции точно не возит. Но это все-таки триггерит ее детство, триггерит ее Урал, триггерит ее то, что она может проиграть. И здесь очень много страха и очень много детской позиции в этом. Старая кляча, это если мы будем говорить про Ольгу, никогда не составит конкуренцию молодой прекрасной пони. Маш, в тебе я видела реальную конкурентку и даже думала поставить тебе девять или десять, но зеленая лапша, ты серьезно? Не буду тебя обижать, чтобы ты не расплакалась и не выпрыгнула из этого платья и поставлю тебе вот так. Как сейчас говорят, люди моего возраста слева от меня душнило. Люди моего возраста знают, что воспитанная человек не тот, кто не пролил соус, а тот, кто не обратил на это внимания. Но Маша, конечно, зависла на минусе. Слушайте, это борьба, здесь нужно уметь держать удар вообще-то, и нужно быть готовым к тому, что и шпильки будут, и неудобные вопросы провокационные будут, поэтому, ну, так уж зависать и с таким лицом сидеть, противозачаточным, простите. Знаете, но с таким лицом я не знаю, не то, что здесь не выиграешь, нигде ничего не выиграешь. Я уже видела, в чем тут одеты мой лук будет на высоте. Багиня шоппинга. Это я. Первое, что я вижу, это сверху оранжевое пятно, снизу зеленое пятно, абсолютно, которое не комбинируется между собой оттенки. Но, честно скажу, вот эта вот ее шляпка, даже чуть в виде нимбы, меня повеселила. А чудо-шляпка, она, хочу стесняюсь спросить, она не перекрывает тебе поток из космоса? Нет, это место моего единорога. Так, знаете, такой я шляпочный фетишист. Это был полный антитренд. Я не представляю, как вообще она додумалась это комбинировать между собой и при этом выйти еще к нам. Мне кажется, такое нужно прятать только за закрытыми дверями. По поводу богини Финга, я бы тебе показала, кто тут все-таки настоящая богиня. Так хочется сделать. Девочки, выбежали, две зелененькие, давай мериться попками. Давай вот этот сказочный детский сад устраивать. Бывают разные. Моя лучше. По женскому, естественно, у меня форма эффектнее. Ты, когда зашла, я увидела сразу вот этот тыквенный, легкий тыквенный оттенок и вот эту шляпу. Я думаю, ну, зашел хловый. Темно-болотный и теплый. Ну, по мне кажется, что это не самый лучший выбор. Для меня это попахивает таким вот чем-то домашним. То есть тыква, домашний тыквенный пирог, все такое растекается, все такое добренькое. Просто это солянка из всех антитрендов. Поэтому, кроме этой оценки, у меня больше ничего нет. Здравствуйте, дорогие участницы. Я вижу, чувствую, пошли денежные потоки, пошла энергия. Как вы? Отлично. Ну что, выясним же, кто из нас, из вас точнее, станет сегодня той самой заветной богиней шопинга. На данный момент на первом месте у нас Ольга. И у нее 6 баллов. У вас, девушки, пока что по 5 баллов. Данный выпуск хорошо показывает женскую сущность, женскую зависть. Если честно, я очень надеюсь на высокую оценку Даниила, потому что я пыталась выдержать все тренды данного сезона. Итак, первый свой конверт открывает Маша. 5 баллов. Маш, самое модное в твоем образе это, конечно же, цвет. Что касается трикотажного платья, это всегда очень большая опасность. Я не могу сказать, что твой образ получился идеальным. Из-за него я готов тебе поставить 5 баллов. Следующий свой конверт открывает Марина. 4. Марина, зеленая кожаная юбка смотрится неплохо. Она действительно стильная и актуальная. Нужно было ее только правильно обыграть и выбирать не такую невнятную блузу, а возможно посмотреть сорочку из хлопка. Образ получился неплохой, но недоработанный. И ужаснейшая ошибка, которая мне категорически не нравится. Это, конечно, то, что ты надеваешь под этот образ колготы. Поэтому только за одну твою юбку я готов тебе поставить 4 балла. И, наконец, третий конверт открывает Оля. Мое дыхание, конечно, замерло. Это 6? Ольга, действительно, классик, это всегда беспроигрышный вариант, но хотелось бы больше внимания к каким-то деталям, нюансам, аксессуарам, для того, чтобы этот образ заиграл. Этого совершенно не хватило в нем. Поэтому, Ольга, за ваш образ я ставлю вам 6 баллов. 6 баллов, итого 12. Так вот же она, новая прекрасная богиня шоппинга. Пожалуйста, ваш приз. Спасибо. Из ваших рук. Очень приятно. Та-дам! Девочки, ну кто бы сомневался, богиня шоппинга это стиль, это опыт, это харизма. Разумеется, богиня шоппинга это я, Ольга Анатольевна. Ну что, друзья, всем высоких вибраций, всем быть в ресурсе. Я Маша Минагарова. Кто станет следующей богиней шоппинга, узнаем совсем скоро. Спасибо. Конечно, я расстроилась. Ну, что делать? Надо победам и невзгодам улыбаться, что я и делаю, поэтому держим нос по ветру и хвост пистолетом. Стиль остается за мной, колхоз остается за бабушками, девушки тире бабушки придерживались такой политике, что они решили специально занизить баллы, но бог им судья в ресурсе и в потоке, ну и с миром. В этой жизни нужно уметь и плакать, и радоваться. Плакать на сто и радоваться на все сто. И если тебе выпадает удача, то ее нужно уметь благодарить. Можно говорить все, что угодно, что мы замежали оценки, что здесь все куплено, что здесь все нечестно, но мнение эксперта говорит совершенно о другом. Красный пиджак классное настроение, харизма вот залог успеха и победы в любом денежном марафоне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok